Культура очень широкое понятие, и оно имеет множество значений в различных областях. Разобраться в нем при помощи тысячи слов не представляется возможным. Но всегда это слово связывают с людьми, которые вносят свою лепту в создание и восприятие обществом чего-то прекрасного, будь то рисунок, танец, песня или художественное произведение. Кто же они, работники культуры? В частности, для Тимура Керимова, работающего долгие годы во Дворце культуры «Спартак», в качестве теперь уже звукорежиссера, это прежде всего разносторонняя личность, ставящая перед собой цель. Деятельность Тимура как артиста началась еще со школьной скамьи. Уже тогда знал для себя – это его призвание. Изначально я пришел сюда после школы, это был 2003 год. Я узнал, как раз-таки на телеканале «Гелиус» шло объявление о наборе в съемках фильма, которые про съемки проходили во Дворце культуры «Спартак», в первой школе, тогда она еще была первой школой. Я проходил фильм про школьников. И вот я узнал, что идет какой-то кастинг, мне стало интересно, я пришел посмотреть. Так я попал, мне дали роль, я попал сюда, потом я узнал, что здесь есть студенческий театр. Поступил в техникум, пришел в студенческий театр и оттуда все пошло. Играл в КВН, театр. Особенно, я не знаю, именно атмосфера во время концерта, за час до концерта, после концерта. Именно вот этот момент, когда все начинается, потому что нужно быть именно сосредоточенным на этом всем. Если ты сделал какую-то ошибку, это слышат все абсолютно. В зал бывает полный, обычно 370 человек, и все замечают ошибку, и все понимают, что эта ошибка именно моя. И в этот момент нужно быть именно сосредоточенным, нужно отдать тебе полностью работе. Потому что отвлечься от нее как-то невозможно бывает. Даже если ведущим на сцене эти вот эти переживания, перед тем, как выйдешь на сцену, первые слова, пока ты не скажешь вот это все. А когда ты уже поймал какую-то волну там, ну, уверенности, то все, вот этот момент именно особенный бывает, ты уже начинаешь быть уверенным, и все такое. Спартак – это не просто одно из учреждений культуры Хасавюрта, а место, где совсем юные личности могут воплотить свою мечту о большой сцене в реальность. Яркий тому пример пятилетний Муслим Бибулатов. Мальчик с уверенностью говорит о себе, как о весьма состоявшемся артисте, доказав слова на деле, став победителем городского вокального конкурса, посвященного Дню Матери. Кроме того, получил еще и приз зрительских симпатий. В качестве поздравления всех коллег с профессиональным праздником исполнил песню, которая и принесла ему первый значимый успех. Я поздравляю всех работников культуры. Мамочка родная, я тебя люблю, все цветы весенние тебе я подарю. Пусть солнце улыбается, глядя с высоты, как же это здорово, что у меня есть ты. Как же это здорово, что у меня есть ты. На работников учреждений культуры возложена многофункциональная задача формирования ценностных ориентиров, духовное обогащение, воспитание и привитие норм поведения, прежде всего, среди подрастающего поколения. Работник культуры, он ассоциируется с человеком, который носит в себе культуру, носит культуру, преподносит культуру людям, детям, с которыми он работает, развивает подрастающее поколение, чтобы они выросли такими достойными, воспитанными сынами нашей Родины, чтобы они несли традицию, культуру нашего народа. Работник культуры – это человек самоотверженный, который на самом деле любит сферу своей деятельности. Но есть люди, которые являются ее хранителями и создателями, подающие пример молодому поколению, воспитывая в них любовь и тягу к прекрасному, уважение к прошлому и стремление к будущему. Одним из таковых является Набиул Лабакиев, руководитель детской художественной школы Хасавюрта. Рисовать начал с раннего детства, отображая на холсте всевозможные идеи и мировоззрение. Самым главным достижением художник считает успех и всенародное признание учеников, а их с 1972 года и на сегодняшний день было немало. Мы иногда сами удивляемся тому, как мы работали. Мы же сельские ребята были. Таких художественных школ не было у нас, которые готовили. Мы самоучками пошли. С нами, конечно, преподавателем много проблем. Но одно знали мы, что надо лучше других рисовать. Каждый знал, что лучше других рисовать должен. Для этого работали, можно сказать, если не преувеличены днём и ночью. В формировании культуры и нравственности в обществе весомый вклад вносят и работники библиотек. Именно начиная читать книгу, человек учится глубоко мыслить. Искусство танца – знакомое для всех понятие. Но мало кто задумывается, какая это объёмная и кропотливая работа – выстроить единый механизм действия солистов, чтобы на сцене перед публикой отобразить всю красоту и уникальность танца. Ансамбль танца «Эхогор» за почти 15-летнее существование заслужил известность во всём мире. Ни один фестиваль в стране и за рубежом не обходится без его участия. На вопрос, как из новичков за короткий срок сделать профессионалов, художественный руководитель ансамбля, заслуженный артист Республики Дагестан Даубек Гасанов отвечает скромно. Просто нужно очень любить и всецело отдавать себя избранному делу. Что касается вообще творчества, будь это хореография, будь это вокал или театральное искусство, мне кажется, что невозможно к этому специально прийти и для чего-то прийти. Что-то должно уже внутри тебя гореть для того, чтобы ты был готов отдать себя полностью этой работе. И одно дело, когда тебе нравится этим делом заниматься на уровне любительского искусства, там, кружковых работах, другое дело, когда уже пытаешься равняться на профессиональную сцену. Тянусь к этой работе, наверное, потому что благодаря этой работе понимаешь, что ты видишь результат своей работы. А результат в этой работе, он проявляется в первую очередь в воспитании подрастающего поколения, потому как мы работаем с молодежью, с реализацией каких-то идей, которые ставишь перед собой, можно даже так сказать, реализацией какой-то мечты, может быть. По мнению самих молодых артистов, чтобы стать хорошим танцором, нужно не просто быть увлеченным, но и выработать в себе выдержку и характер. Видеть полные заграничные залы на концертах – это значимое достижение. В первую очередь я испытываю волнение, потому что это большая ответственность, гордость за то, что я могу представлять свою страну, свою республику за границей. Ну и радость. Практически во всех уголках Дагестана за несколько лет были открыты Центры традиционной культуры народов России. Хасавюрт не стал тому исключением. Центр начал функционировать с 2015 года, основная деятельность которого направлена на воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма, уважения к разным народам, любви к творчеству и традиционной культуре. Со дня основания Центра им руководит выдающаяся личность, человек, заслуживший своим многолетним трудом звание заслуженного артиста России, руководителя ансамбля Лизгинка Залимхан Хангиреев. Рассказывая о своей деятельности, подчеркивает, что артист намечает для себя планку, которую должен достичь. Я всю жизнь в сфере культуры работаю, я всю жизнь танцевал. Когда говорят, Залимхан какой, ну танцор Залимхан, говорят, потом узнают меня. Хороший танцор – это еще не педагог, понимаете? Он может быть вертвозом, а педагогом не может быть. Я поставил для себя планку – все делать профессионально. Художественная деятельность, можно работать, заниматься только здесь, в Хасаюрте, это достаточно, может быть. А для меня недостаточно – это Хасаюрт. Мне нужно, чтобы наши дети вышли на уровень республиканский. За счет этого мы говорим о нашем городе Хасаюрте. Понимаете? Выходя на федеральный, в Москве, вот этот детский ансамбль Хасаюрта, он в Кремле работал несколько раз. Ведущими артистами России. Понимаете? Ну откуда Хасаюрт? Ну кто знает Хасаюрт? Само название объявления. Детский хореографический ансамбль Хасаюрт объявляет. Ну это же приятно. Понимаете? Ну откуда идет Хасаюрта идет? Сегодня, республикан, я сегодня еще работаю в лесгинке, да? Я знаю, что сегодня без участия ансамбля Хасаюрта, без участия молодости Дагестана, ни одно мероприятие республиканское не проходит. Я считаю, что эту профессию, ее надо уважать. В преддверии профессионального праздника в зале городской мэрии состоялось торжественное собрание, где со словами поздравления в адрес коллега обратился начальник управления культуры Рамазан Чарихов. Уважаемые друзья, коллеги, поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником Днем Работников Культуры. К этому празднику мы подошли с некоторыми успехами и достижениями. Я рада рутимной работой внедрения культуры и массы и сохранения традиций народного родного края. Я хочу отметить, что на сегодняшний день в городе функционируют 14 торгских коллективов. И я думаю, что эти пределы будем развиваться количественно и качественно. Мы гордимся тем, что учреждения в культуре города трудятся высококвалифицированные специалисты. Я рад, что вы не стоите на месте. Мы всегда в поисках новых форм и методов работы. Всегда инициативны и переданы к своему делу. От имени главы города Зандина Акмазова работников культуры поздравил и первый заместитель Бадыра Ахмедов. Подчеркнув, что благодаря слаженной работе деятелев культуры, Хасаверт имеет большой творческий потенциал среди городов и районов республики. Мне очень приятно сегодня вас приветствовать, ваш праздник. Еще раз всех вам благ, удачи, семейного благополучия, чтобы родные и близкие вас окружали. Можно много говорить, но каждый из вас поймет то, что я хочу сказать. Еще раз поздравляю с этим профессиональным праздником. Удачи, чтобы наш, как говорил Газир Меседович, культурный город на севере Дагестана, не скажи, по республике, каждый из вас участвует в многих культурных событиях и в республике, и в России, и за рубежом. На собрании также прошла церемония награждения более 30 работников культуры почетными грамотами, 7 из которых удостоились правительственной. Культура – это не только высшее образование и знание, например, памятников истории и литературы, но и отношение к жизни, ее созидание. Говоря о работниках культуры Хасаверта, важно отметить, что без их участия не обходится ни одно массовое мероприятие разного уровня. И это всевозможные концерты, литературные марафоны и ряд других празднеств. Бека Сулейманова, Самад Гакаев, информационная программа «Пульс».